Христос воскресе! Христос воскресе! Корча, гниение, тлен, мерзость. Вот это определение сквера. Акватария и скверноскловия, такими словами сейчас засорена наша речь, наше информационное пространство. Причем везде и всюду. Давайте начнем с истоков и развеем некоторые мифы. Один из мифов, который упорно внедряется в наше спецсознание, это то, что мар был всегда, есть и будет, и это нормально, и вообще мы с этим родились, русский народ, мы с ним всегда вместе. Следующий можно? На самом деле, много там теорий, что он пришел к татармонгольскому, к нам занесли татармонголы, но мат, к сожалению, был задолго до татармонгольского нашествия, и корни его все-таки языческие. Там есть из древних, ну вот из, да, восточной, но не совсем оттуда. Все-таки это был язык язычников, которые считали, что в этих словах содержится некая сила, да, для них это были некие, такие, сокрайние слова, с помощью которых можно было побеждать противника или, там, так сказать, избежать, таким образом, драки, да, в ближнем кругу и вот заменять удары, там, скажем, по лицу, такими вот словами. Собственно говоря, люди, которые сейчас причащаются и регулярно исповедуются, они, в принципе, чувствуют вот это отношение, да, что если в твоем присутствии произносится нецензурное матерное слово, правильно, то, по сути, это как удар по лицу, только он, вот, как бы не ощущается физически, да, но в духовном смысле вполне себе ощущается. Ну, я, например, абсолютно четко чувствую, что так и есть. Так вот, когда язычество уже, так сказать, подширно свой век, да, и когда в Руси установилось христианство, то начали бороться с этими языческими, там, вредами, вот, и исторгать из повседневного этого прихода, вот эти вот матерные несназурные выражения. Собственно говоря, как язычество, естественно, является, ну, как антихристианским, в каком-нибудь смысле слова, да, сейчас, то и эти выражения, естественно, никак не могут быть сопоставимы с исповеданием православия. Они заменялись многими, эти слова были дубуированы и наказывались они при Иоанне Грозном, то есть это было суровое наказание, это был великий грех, то есть считался великим грехом. Что нельзя сейчас сказать, да, про наше время, несмотря на то, что 75 людей, процентов людей считают себя православными, но при этом не чураются этой лексики и считают, что не вели грех от моря. Вот. Ну, давайте следующий слайд. Ну, а если говорить о том, что эти слова тамбук, то человек, нарушающий тамбук, да, он уже, на самом деле, как бы, границы для него дальше идёт, так сказать, тоже будут постепенно разрушаться, да, то есть одно тамбук нарушено, а следующее тамбук не заставить себя долго ждать. Ну, по определению, как я уже вам говорила, что скверно, да, что такое сверословие, это ма самка себе неприличная оскорительная брасть, а скверно – это мерзость, гадость, пакость, грустная, противная, отвратительная, непотребная, что мерзит плотский духовный, нечистота, грязь, гниль, тление мертвичины, зажигания, калу, смрак, буй, непотреска, разврат, красное нарастление – всё Бога противно. То есть, вот всё вот это человек должен ощущать у себя во рту, да, когда он произносит вот эти вот нецензурные выражения. Ну и следующий. Следующий вид, который также распространяется в обществе, ну, собственно говоря, как любой грех, человек, который грешит, как бы подневольно испытывает потребность, да, замазать, во-первых, всех остальных своим грехом, чтобы не быть таким вот злым, да, в глазах окружающих, во-вторых, показать нормальность этого греха. Мы видим это по отношению к любому греху, и, соответственно, мат, так сказать, является, в этом смысле, исключением. Вот, и тут, значит, вот говорят, что мат придает силу, бьет врага, и в армии без мата нельзя. На самом деле, все священники, в том числе, отец Андрей Ткачев недавно, да, рассказывал о том, что первыми поражают на поле боя тех солдат, которые, как раз таки, ругаются матом, а тех, у кого чистая речь, да, кто хранит, там, при себе какие-то, там, святые книги, да, евангелие, хранительные молитвы. Крест многих спасал сейчас. Очень много чудес на поле боя происходит. Я вот с участниками СВО достаточно много общаюсь и читаю об этом, да, и вот есть целый, на Спасе даже фильм целый есть. Чудеса на фронте. Павел Астахов, кстати говоря, ведет этот цикл. И вот объезжали сейчас корреспонденты Спаса, и они говорят о том, как хранит вот солдата, как хранит вот вера в Бога, да. Вот, и, конечно же, мат – это абсолютно разрушительная с духовной точки зрения антимолитва, да, молитва сатане, которая только привлекает вот смерть, которая, так сказать, то есть ищет себе вот такое легкое добычие для ада, что называется, да, то есть как человек, который по грехе понимает, да, ну, конечно, большие шансы, видите, маленькие шансы спастись, давайте так говорим, несмотря на то, что, может быть, он таким там поле брать. Еще один вид, что мат не наказует. Вот все ругаются, да, и ничего за это не бывает. На самом деле наш закон предусматривает. Очень много статей существует для, если, так сказать, вот самая распространенная статья – это КОАП 20.1, когда анициативное правило в общественном месте приравнивается к велкому хулиганству, да, и за это может быть либо штраф, и даже ограничение свободы, да, ареста. Вот, но право применения отстает, конечно, от того, что на сегодняшний день нужно регулировать. То есть строгость наших законов, как известно, да, компенсируется их необязательностью исполнения. Поэтому на сегодняшний день мы могли бы просто активировать правоприменительную практику, да, по этим статьям, и уже была бы совершенно другая чистота нашего информационного пространства. Потому что, например, Шнура, вы знаете, да, группа Ленинград, которые, так сказать, каким-то странным образом у нас еще в общественном совете, как мы здесь, культурой Гордумы, было ли, сейчас есть, я не знаю, просто оштрафовали 500 рублей. Как будто человек в общественном месте, да, вырвался нецензурно, а по сути ему, ну, конечно, нужен запрет на деятельность, да, и компания, которая организация концептов, да, у них там до миллиона штрафа. И приостановка деятельности, по-моему, на три месяца. Вот, то есть это не случается, да, почему, да, я вчера уже рассказывала, что в зависимости от того, как формируется политическая воля в данный момент, да, то есть формируется и правоприменительная практика. То есть для правоприменительной практики у нас хорошая перспектива, просто нужно эту политическую волю реализовать. Для того, чтобы реализовать политическую волю, нужно поменять общественное злознание. Чтобы поменять общественное сознание, нужно вести выяснительные беседы. Вот как сегодняшний момент. Давайте следующий. Существует, кстати, закон о русском языке, у нас тоже, да, в государственном языке Российской Федерации, где также обозначается, что не допускается употребление слов и выражений, несоответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе и нецензурной брани. Ну, Аристотель, высказывание там, где отсутствует закон, там есть ли какой-то формный государственный строй. Вот почему мой доклад называется «Ман как угроза национальной безопасности». Потому что, еще раз говорю, человек, преступающий табу, и при этом чувствует себя безнаказанным, по сути, да, то есть я вам показала, какие существуют законы, люди каждый день их приступают, а наказание за это не следует, да, соответственно, люди считают, что, в принципе, государство позволяет им нарушать законы. А вот это в общественном сознании, ну, на самом деле, не назовет его действий, да, потому что, если у нас, так сказать, вот грустную статистику приведу, по вопросам ФОМа, там, 70% людей в той или иной степени употребляют, ну, так, кто-то часто, кто-то на нем говорит, кто-то очень редко, да, употребляет нецензурную брани. Естественно, у нас 70% людей считают, что можно приступать к закону, и за это ничего не будет, да, мы понимаем, как формируется, вообще говоря, общественное сознание, и какие риски для государственного, в государственном строю это несет, понимаете, да, то есть сознание не связывает, это, конечно, общество, что закон можно так часто и грубо нарушать, и за это не внести никакой ответственности. Вот от этого, собственно говоря, и Аристотель в свое время тоже говорил. Давайте дальше. Ну, частый миф, да, о том, что классики выражались, это действительно так, но я думаю, что не о развитии, вообще, говорю, как такового языка, да, о, так сказать, о его стадах, скажем так, применении этого языка, да, то есть что, например, если была какая-то простоязычие, да, и было, так сказать, изящные манеры изъяснения, изъясняться, да, там, на русский и так далее, то есть это сейчас не тема сегодняшнего разговора, но, а разумеется, что вот эти классики наши, да, они, ну, либо в качестве рулиганства, эти вот так мелкого, да, что называется, ну, у каждого человека есть грехи, и вот было как бы свидание Совета по культуре при президенте, да, и некоторые, в общем, деятели культуры, да, однозначно выражались там, ну, что давайте уже теперь, кстати говоря, вот и нынешнее, до недавнего времени директор Института русского языка Пушкина, тоже говорила, ну, вы знаете, вот самая лучшая форма борьбы с мантом – это его легенизовать, ну, тогда и не будет никаких нарушений. Ее, к счастью, уволили, но, к сожалению, не за это. Вот, так вот, этот Совет по культуре заседал, и Владимир Владимирович Путин говорит, ну, нечего предлагать, вы понимаете, что, ну, у нас тоже есть разные части тела, но это же не означает, что вы все части тела должны демонстрировать. То есть, есть какие-то, есть, в ходе, что-то, да, что не является, так скажем так, гордостью нашей. Вот. То, в частности, допустим, если у Пушкина и были какие-то стихи, там, вот, у всех, кто здесь представлен, то это всего-навсего незначительная часть их творчества, на которое не стоит обращать внимание, а гордимся его, абсолютно, конечно же, не видеть. Следующий слайд. У нас в 2021 году действует поправка закона об информационной технологии и защите информации, обязующей соцсети удалять сообщения на цензурной брани. Однако за первый год действия этих требований под саморегулирование сетей. То есть, сеть сама себя должна была регулировать. Вот такой закон, да? Но потребление цензурной рептики россиянами в интернете сократилось лишь на один процент. Это говорит о том, что закон просто не действует. Это говорит, еще раз говорю, об отсутствии политической воли, которую мы должны формировать сами. И, еще раз, формировать мы должны сейчас, пока 70% употребляет брани. Потому что, если мы не сделаем это сейчас, последствия, еще раз говорю, это имеет характер пандемии, то будет наделиться 90% населения, и тогда, конечно, это уже будет норма, с этим будет практически невозможно. Поэтому я считаю, что сегодня это уже тот критический, скажем так, то критическое время, когда еще что-то можно спасти. Но наше общество, по крайней мере, это точно говорит о том, что наше общество духовно нездорово, если у нас 70% людей нарушает языковое табу, духовное табу. Святитель Лукава как раз таки говорил о том, что есть духовное поле, да, есть физическое поле. Если вы разрушаете свое физическое поле, вы, безусловно, вредите своему здоровью, да, и как результат становитесь, ну, скажем так, неблагополучным человеком в этой жизни. А, естественно, когда ваше поле разрушается нецензурным, правильно, ваше духовное поле, то вы становитесь духовно неблагополучным человеком и, можно сказать, больным человеком. Но самое интересное, что даже тот человек, который, ну, как пассивное курение, да, то есть даже не тот человек, который курит и разрушает свое здоровье, но вот еще разрушает здоровье окружающих, которые, вообще говоря, никак не повинны, да, в том, что от него вот смердит таким образом, вот этой вот духовными миазмами. И вот, собственно говоря, святитель Лукава говорит о том, что вот те, кто матерятся, царство уже не наследует. То есть, если мы ставим перед собой все-таки, вот скажем так, какие-то, ну так, извините за разжарованную какую-то духовную, так сказать, загробную карьеру, да, перед собой целью ставим, то на этой карьере можно ставить приезд, потому что, как бы, вот, перенос на слово, потому что здесь, видите, никаких перспектив у этих людей нет. Давайте следующий стратег. Ну, а еще хотелось бы вот зачитать стихотворение, известное достаточно. «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми речь, не горько остаться без крови, и мы сохраним тебя. Русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Ахматова написала стихотворение в 1942 году, да, когда что, когда была война, когда мы, и вот она считала, что это очень важно — сохранить речь, да. Часто говорят, и на фронте потерялись, и так далее, да. Но где свидетельства от этого, понимаете? До нас вот не дошли свидетельства того, что, слава Богу, что в наших, так сказать, советских фильмах не было этих свидетельств. И никто не запикивал, понимаете? Там сражались за Родину, мы все прекрасно смотрели, и сохранили чистое, скажем, отношение к нашим дедам, которые завоевали эту победу. Мы гордимся без горчинки какой-то, да, вы видите? То есть это абсолютно было правильное решение кинематографа. Не могу судить, какой процент советских воинов, да, Красной Армии употребляли, и с какой целью, наверное, что-то было. Вот, но, слава Богу, еще раз говорю, история стерла это черное пятно, скажем так, и донесла до нас в чистоте. Вот эти исторические страницы, что абсолютно правильно. Ну вот, отец Андрей Ткачев также вот показал вот этот пример о том, что существует духовный верх и телесные лизы. Когда люди матерятся, они делают это вроде как устами, да, и вроде как головой, но по сути они переносят вот это свое изображение, это лицо свое приносит вот в этот низ. Потому что все слова, которые, да, обозначают это, они, по сути, ну, скажем так, обозначают какие-то низовые, там, какие-то половые термины, да. Поэтому вот вы должны представлять себе вот такие мерзкие картинки, когда вы или ваши знакомые вот употребляют такие слова. Вот духовное, скажем так, изображение выглядит примерно вот так. Следующее. И что, по сути, с моей точки зрения, трактовать еще вот про законы, да, с моей точки зрения, правильно было бы трактовать мат в присутствии несовершеннолетних, ведь дети учатся у взрослых. Они не рождаются сознанием маты, да, первое, что они слышат, либо от сверстников, которые тоже узнали от взрослых, по сути они от взрослых это и узнают. С моей точки зрения, правильно было бы трактовать преступление, вот это нецензурное правило присутствия несовершеннолетних, как раз враг при действии в отношении несовершеннолетних, да. Ну, почему? Ну, потому что мы все, с вами, люди уже практически взрослые, понимаем, что означает каждое из этих слов. Так вот, а за каждым словом, ну, не нужно объяснять, иначе мы друг друга бы не понимали, стоит определенный символ, да, и наше сознание их рисует, и мы этого или не хотим. Иначе у нас не было бы такой функции, там, в предсознании, как воображение, да и так далее, да. То есть у нас эти символы стоят. Теперь давайте представим, что подросток, да, у которого там бурлит, вот энергия какая-то, да, которая требует выхода, и она каждый раз подстегивается к вознесению вот этих вот половых дедринок, по сути, да, что такое вот заставит какой-то механизм работать на холостом ходу. Вот вы в детстве, наверное, все пытались какой-нибудь прибор включать, выключают, 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 выключают вам говорю, не трогайся, ломаешься, но это правда, да, то есть если задействовать вот такие механизмы бездумно, да, на холостом ходу, они просто ломаются. То же самое, я считаю, что происходит, конечно, это требует доказательства, да, они видят, но, как в качестве гипотезы, я готова это вынести на обсуждение, что это абсолютно точно затрагивает репродуктивную функцию подростков и точно, убеденно на нее влияет, ну, мне так кажется. Вот поэтому это еще и угрозы демографической безопасности, потому что, когда репродуктивный механизм ломается, то извините, никакого потомства уже впоследствии эти люди произвести не могут. Возможно, что какие-то проблемы кроются и в этом. И вообще мы должны изучать процессы, да, которые коррелируют с нашим понижением наших демографических показателей, ну, потому что если 30 лет назад нам запустили определенные технологии, а в связи с этим у нас упала, скажем, сильно повреждена демография, то это означает, что эти процессы как-то взаимосвязаны. В том числе усиление вот этой брани, оно тоже каким-то образом, видимо, прямо или посленно все-таки влияет на наше репродуктивное здоровье общественное. Дмитрий Сергеевич Лебачев, он тоже был борцом за чистоту русского языка, и говорит, что язык больше в мире, чем одежда, следит за это от вкуса человека и его отношения к окружающему миру и к самому себе. Речь характеризует человека больше в мире, чем даже в внешности любви не себя держать. Поскольку мы внимание, заметьте, выделяем своей внешности, что нам одеть, как нам выглядеть, как мы за собой ухаживаем, но человек девальвирует, собственно, впечатление о себе одним словом. То есть в моих глазах, наверное, половину его личность как бы девальвируется. То есть, скажем так, человек просто дешевее в глазах окружающих, это называется простыми словами, да, если он вот столько уделил усилий, да, чтобы создать какое-то внешнее благоприятное впечатление, и при этом взял изнутри, просто выстрелился какой-нибудь такой взглядности. Давайте следующим. Ну, опять же, то есть вот я уже говорила о том, что мы прекрасно понимаем, что стоит за каждым из этих слов, да, это… Вот сами подумайте, вот иногда люди – это просто как междометие, да, то есть у них нет никакого… за ними никакого ни глагола, ни наречия, ничего нет, он просто произносит это в качестве какого-то междометия. Вот неужели… И иногда это там человек пожилого возраста, да, иногда это женщины, вот, это дети. Вот вы можете отдать отчет в том, что это каждый раз человек говорит о каком-то своем сексуальном интересе. Вот еще раз говорю, потому что мы все понимаем, из чего состоят эти слова. Это разве нормально, когда человек на протяжении, там, так сказать, всего мудрствования своего говорит о том, что вот ему это интересно, 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 но это же, извините, как минимум шизофрения, это какая-то суперозабоченность на этой теме. Иначе что? И что он предлагает обществу в этот момент? Он себя предлагает, он обществу предлагает. Что вы? То есть вы идете, вот, и птички поют, солнышко светит, да, тут идет вот этот человек, с которым вообще, говоря, даже не познакомиться не собирались, да, и вот он начинает вам рисовать в этой прекрасном возрасте вот эти какие-то свои символы непонятные. Вот с какой стати, собственно говоря, его кто-то просил или что. То есть защититься вы от этого не можете, вот этой грязи, да? А физически вам еще как-то можете защищаться от грязи, то вот этой духовной грязи защищаться крайне сложно. Тем более, еще раз говорю, когда подавляющее большинство населения уже не воспринимает это ни как грязь, ни как какую-то, так сказать, половую озабоченность. Следующее слово. Ну вот, в принципе, ну, еще раз вернусь к этой мысли, что это попытка унизить все-таки собеседника, принизить. И я заметила, что, ну, во-первых, делятся люди на неблагополучных детей, что у греха таить, да, есть такие семьи, где там, допустим, родители бьют, да, или там наркоманы, или там уголовники, и, конечно, в их среде, естественно, это нормально, да, употреблять при детях и так далее, но есть дети, которых обижают за то, что они правильные, за то, что они, так сказать, православные, что они там выделяются, да, чем-то. И вот тогда им почему-то приходит в голову, что я не должен выделяться, да, да, дайте-ка я тоже вот так лихо, значит, вот, это будет как каким-то моим, скажем, как риской, да, в принципе, моим, то это общество сильное, да, ауторитетное, особенно, как бы, по-другому кажется, что вот эти вот хулиганы, да, которые, они как раз и являются хозяевами жизни, на всяком случае, вот в городском среде, их так уважают, их так боятся, вот, а, соответственно, чтобы быть таким же страшным, таким же авторитетным, я должен тоже употреблять это врань. На самом деле, психологи утверждают, что маг – это защитная реакция организма, которая переносит стресс. То есть, и это говорит о том, что человек глубоко несчастлив, глубоко неуверен в себе. Это говорит абсолютно об обратном, да, как бы, он хочет себя… он боится этого мира, потому что он не чувствует собственных сил в себе, да, он не понимает, как в нем жить. И он пытается защититься вот такими, так сказать, способами. Поэтому, ни в коем случае, маг не является признаком того, что это человек силен, наоборот, человек слаб, вот, и он абсолютно не обладает никаким авторитетом. То есть, отказ от вот этого… вот этой слабости, что называется, да, вот это и есть демонстрация силы. Что сейчас вот я бы хотела сделать? Ну, во-первых, еще раз сфинкровать политическую волю, да, в отношении того, что все-таки нужно право применения, право применения. Соответственно, нужно разговаривать с институтами МВД. Это все тоже не быстрый процесс, да, мы слишком запустили эту ситуацию, чтобы можно было одномоментно как-то все это вернуть, вернуть духовное здоровье нашего общества. Вот, поэтому, например, там сейчас статья 20.1, там не очень четко сказано, что МАК в общественном месте – это вот уголовное, то есть административное правонарушение. Нужно отделить, то есть там, чтобы оно было не связано с хулиганскими действиями, просто вот выделить, да, в статьи, вот. Дальше, ну, соответственно, усилить ответственность, не 500 рублей, да, там еще другую, потом квалифицировать жестче статью МАК в присутствии несовершеннолетних. Ну, то есть, есть ряд законодательных инициатив, которые мы сейчас прорабатываем, прорабатываем, ведем беседы с депутатами, скажу сразу, что мало желающих депутатов в такие инициативы, значит, заявлять, нести, бороться за них. Это очень долгий процесс проведения законодательных инициатив в жизни. Вот, но, тем не менее, мы… С чего-то надо начинать, еще раз говорю, мы уже точку невозврата, боюсь, что уже скоро будет пройти. Поэтому мы сегодня должны свой шанс на спасение духовно использовать. Дальше там все, наверное. Ну, Макаренко, педагог, не все принимают такую простую абсолютно чайную вещь, что Матерное Слово есть непреукрашенная, мелкая, бедная, дешевая гадость, циничная, наглая, хулиганская отрицание и наше уважение к женщине, и нашего пути глубокой, действительно, человеческой красоте. Каждый мужчина, отказавшийся от Матерного Слово, побудежит к этому товарищу, принесет огромную пользу нашим детям и всему нашему обществу. Дальше. Все, да? Ну, что-то, может быть, я не успела, но без любого вопроса… Самое главное – начать сейчас. Самое главное – начать. Потому что, так сказать, дальше молчать нельзя. Вот, поэтому нужно даже не посреди.